Однако, это манипуляция и, видимо, исправление допущенной ошибки. День номер два. Именно столько дней осталось до конца нашей складчины. За качество информации я отвечаю именем богатейшего Дии. Напоминаю, что максимум за три месяца ты вернёшь деньги из группы только на пампах. Это абсолютно уникальная информация, которую ты не найдёшь нигде. Но ведь пампы — это вообще вторично, первично сама аналитика. Мы вообще не ожидали получить эти самые пампы. Основная аналитика — это высший пилотаж. Её покупают миллионеры и мы. Вот перечень аналитики, что мы купили. Тут можно найти, как вступить в группу. Доступ в группу пожизненный. И, кстати говоря, в воскресенье я скину сюда и в Телеграм бесплатный бонус. Одну аналитику, за которую мы платим 1000 долларов в год. Поэтому обязательно дождись. А теперь прямо к контенту. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на мой канал. Канал, на который вы подписываетесь ради ежедневных видео о криптовалюте. А я, в свою очередь, пытаюсь их каждый день публиковать. Как вы все знаете, Джастин Сан перенёс благотворительный обед с Уорреном Баффетом, за который заплатил почти 5 миллионов долларов. Якобы из-за проблем со здоровьем. В интернете об этом так много информации, но я решил проанализировать, изучить всё, что смог найти и поделиться этим с вами. Поэтому давайте начнём с самого начала. 3 июня 2019 года Джастин сделал то, что умеет лучше всего. В очередной раз запостил грандиознейший анонс у себя в Твиттере. Я официально заявляю, что я выиграл благотворительный обед с Уорреном Баффетом. Я также пригласил других лидеров блокчейн-индустрии на встречу с этим богом инвестиций. Надеюсь, все только выиграют от этой встречи. За всё это удовольствие было заплачено почти 5 миллионов долларов. На самом деле, как-то уж слишком дорого за возможность просто посидеть за одним столом, даже с таким гуру, как Уоррен Баффет, который, к тому же, не питает особой любви к криптовалюте. Однако сумма была оплачена, и сам ланч назначен на 25 июля. Тобишь он должен был произойти ещё вчера. Конечно, всё это было просто маркетинговой шумихой, чтобы заставить людей говорить о Троне. А Джастина понесло так далеко, что он даже пообещал ещё один анонс, который сделает прямо за обедом с Уорреном. Молния. Кроме обеда с Уорреном Баффетом, кое-что стоящее также будет происходить на следующей неделе. Вы готовы? Значок ракеты и теги Трона. Ммм, какая ракета? Кстати, среди лидеров блокчейн-индустрии, приглашённых Джастином на этот нашумевший обед, были следующие персоны. Йони Ассия, это основатель Итора, Чарли Ли, основатель Лайткоина, Джереми Алейр, основатель Сёкл, Хелен Хай, глава Binance Charity Foundation, Ливи Вэнк, глава Хуоби. Короче, серьёзные такие люди собрались. Что забавно, Чарли Ли и Джастин Сан вообще не очень дружили, мягко говоря. К примеру, когда Джастин Сан критиковал Лайткоин, Чарли парировал в ответ. Ты напечатал более 34% от всего предложения Трона для себя и своей компании. В то же время, я покупал и майнил свои Лайткоины. В процессе перепалки, Чарли также обвинял Джастина в том, что он выводил большие суммы денег из Трона. К примеру, он даже задавал прямой вопрос. Ты продавал свои Троны на сумму 500 миллионов долларов? Я продал намного меньше твоего. Я в восторге пригласить своего хорошего друга, создателя Лайткоина, на обед с Уорреном Баффетом. Раз уж дело дошло до такого, надеюсь, их тёрки остались в прошлом. Но что ещё я бы хотел отметить, это то, что одним из первых приглашений от Джастина получил сам Сео Бинанс. Джастин любезно пригласил меня, но у меня не получится слишком далеко. Почему я хотел отметить это высказывание? Мне показалось странным отвергать такое приглашение, которое можно назвать единоразовым шансом в жизни. Слишком далеко. Любой человек бы согласился. Поэтому возникает вопрос, а существуют ли неизвестные пока что причины, почему глава Бинанса не может посещать Соединённые Штаты. Я долго пытался найти фотографию главы Бинанса из США с тех пор, как он основал Бинанс. И не нашёл ни одной. И почему же так, как вы думаете? Похоже, кто-то боится попасть в тюрьму. Однако за несколько дней до ожидаемого многими ланча с Уорреном Баффетом вдруг появляется сообщение от Tron Foundation. Tron Foundation анонсирует перенос обеда с Уорреном Баффетом, а также сопутствующие пресс-конференции. Так как основатель Джастин Сан вдруг заболел. Стороны согласились перенести всё на более позднюю дату. Вот что Джастин писал у себя на страничке ВИБО. Иероглиф, иероглиф, иероглиф. Что-то ничего не понятно, да? Вот так лучше. Дорогие друзья, я благодарен всем вам за беспокойство. Я был в больнице из-за внезапно обнаруженных камней в почках, поэтому я отменил обед с мистером Баффетом. В настоящее время моё физическое состояние стабилизировалось, и я нахожусь в периоде восстановления. Пока не могу давать интервью. Пожалуйста, простите меня. После физического выздоровления я скоро встречусь с внешним миром. Посмотрите на дату 23 июля. Однако, это манипуляция и, видимо, исправление допущенной ошибки. Вы пока не понимаете, о чём идёт речь, это нормально, но посмотрите на это. Дови Ван в твиттере 22 июля пишет. Срочно! И лол. Джастин Сан отменил обед с Баффетом. Суть не в сообщении, суть в скриншоте. Посмотрите на него. На нём мы видим уже 22 июля, а не 23. Джастин, зачем ты перепостил это сообщение дважды, удалив предыдущее? Хорошо, это сообщение впервые появилось именно 22 июля. Давайте посмотрим, что было ещё в этот же день. Всего несколькими часами ранее. Джастин Сан приглашал ещё кого-то на обед с Баффетом. Я хочу пригласить Крисли Крипто присоединиться к благотворительному обеду. Как мы видим, это было в тот же день, когда Джастин, по идее, должен был лежать в больнице с камнями в почках. Помните сообщение на ВИБО 22 июля? Он сказал, что он был в больнице. Был в больнице. То есть он уже её покинул и теперь выздоравливает. Здесь что-то явно не сходится. Или кто-то пытается нас обмануть. Предположительное объяснение, почему Джастин перенёс обед, всплыло вчера. И это явно не очень хорошие новости для Трона и его инвесторов. Впервые мы услышали это на китайских ресурсах. А теперь это подхватили все СМИ. Джастин Сан не может покинуть территорию Китая, потому что находится под следствием и подозревается в незаконном привлечении финансирования, отмывании денег, распространении порнографии и организации азартных игр. Вернёмся на пару недель назад, на котором видна китайская полиция, проводившая рейд в офисе Трона в Пекине. Полиция навестила офис из-за множества разозлённых инвесторов, которых обманули в мультимиллиардной пирамиде. Её знали как Wayfield Super Community в Китае. Нужно заметить, что Трон в Китае известен ещё как Wayfield, что очень похоже на название этой пирамиды. Инвесторы заявляли, что эта пирамида имеет тесные связи с Троном. И хотя сам Джастин Сан официально ситуацию никак не комментировал, но и не опровергал её. А зачем? Ведь обманутые инвесторы вложили свои Троны в эту схему, тем самым повысив активность и ликвидность токена Трона, отчего Джастин Сан только выиграл. Что касается порнографии. Кроме Трона, у Джастина есть ещё один проект, о котором слышало гораздо меньше людей. Он называется «Пиво». Недавно это приложение стало недоступно в Apple Store Китае, а сама компания на территории страны распущена после обвинений в распространении порнографического контента и даже предложения скорт-услуг. Поэтому, возможно, Джастин не может выехать из Китая. Именно по этим причинам государство не пропускает его через границу. Пока мы смутно понимаем, что происходит, но дальше вещи станут ещё более ясными. Новости до сих пор говорят, что Джастин всё ещё на территории континентального Китая и не в силах преодолеть границу. Но судя по фотографиям, которые представил сам Джастин, он находится в Сан-Франциско. И по всей видимости, из-за ограничений на пересечении китайской границы он не сможет покинуть Китай, если вернётся. Сами регуляторы предполагают, что Джастин решил быть более сдержанным, не посетив обед с Уорреном Баффетом. И теперь остаётся только один вопрос, а где же находится Джастин Сан? Заперт в Китае или уже давно прячется в Штатах? Сам Джастин публикует следующие фотографии и утверждает, что находится в Сан-Франциско. И всё бы ничего, но посмотрите на него. Разве это лицо человека, у которого нет проблем с законом? Разве это не выражение лица, когда ты осознаёшь, что китайское правительство уже идёт за тобой? И Джастин может сколько угодно отрицать все слухи обвинения, но задайте себе один вопрос. Откуда вообще взялись эти слухи обвинения, если это всё неправда? А как мы знаем, дыма без огня не бывает. Меня зовут Богатейший Дип, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин